История строительства московского метро в последнее время начала вызывать у людей сомнения. Связано это с тем, что сегодня, имея современные технологические мощности, огромные краны, домкраты, грузовики и всё остальное, не могут достигнуть таких ударных темпов строительства. Яркий пример. В Москве за второй год построили такой же по протяжённости участок, который строят в Екатеринбурге последние 40 лет. Идеальная отделка, архитектура и свежий приток воздуха от хорошей вентиляции, старые станции метро, построенные за короткий срок, в Екатеринбурге метро начали строить в 1980-м. Функционирует 9 станций, протяжённость пути составляет 12,7 километра путей. А в Москве с 1933 по 1935. Пусковой комплекс включал в себя 11,2 километра трассы и 13 станций. Сегодня популярной становится версия, что метро не строили, а откопали. Давайте попробуем найти нестыковки в официальной версии. В официальной версии причиной затеи были пробки, начали строить потому, что было необходимостью, а не прихотью. Копать начали под руководством человека, не имеющего специального образования и знаний, он нанял себе в помощники семи рабочих в полушубках и валенках. А лопаты на первое время одолжили у местных дворников. На помощь строителям прислали восемь лошадей и один грузовик. Это, наверное, для того, чтобы вывозить накопанный грунт. Не имея ни планов, ни смет, рабочие начинают рыть наклонный ход. Хотя изначально, в рамках официальной исторической концепции, планировали строить наземное метро, но зачем-то начали делать ход под землю. Зачем? Затем приехал молодой инженер и предложил строить подземный ход, 35 метров в глубину, так и сделали. Потом уже прибыли специалисты-горные инженеры, шахтеры и начали проходку. Туннели уже начали рыть, а по дворам бегали геологи, то есть без карт и без данных геологов уже начались работы. На вопрос, почему у нас построено самое красивое метро, официальная версия отвечает так, что мощностей для производства кафельной плитки не хватало, поэтому пришлось все отделывать мрамором. Почему бы не наладить производство плитки? Резонный вопрос. И откуда столько мрамора навезли? То есть, из-за пробок решили рыть метро, решили делать над землей, но отправляют семь человек рыть наклонный ход. На строительство изначально выделяется один грузовик, мощности смешные. Разве можно с таким оснащением строить такой масштабный объект? А вот искать старые тоннели и проверять старые планы, да. И уже после того, как они нашли несколько тоннелей, меняется проект наземного метро на подземное, появляются проекты подземных станций. Тут уже подходит более основательно к задаче, завозят шахтеров и горных инженеров, и дыр-специалистов. Что касается промышленного и строительного дизайна, тоже не вяжется. Страна, которая проживала не лучшие времена, стала бы создавать всю эту ненужную красоту. Скорость проходки двухпутной линии современными методами 150-300М слэш-мес, не включая проект, геоподоснову, сами станции и канализацию с рабочей инфраструктурой. А тут эскалаторы купили, разобрали, скопировали, собрали и поставили вообще за 20 дней перед открытием в 35-м году. ТЕ-446 метров в месяц, включая прекрасные станции, геоподоснову, проект, механизмы, коммуникации. Некоторые станции метро напоминают шикарные дворцы, в том числе и открытые с самого начала. А некоторые очень примитивны. Красота станций со временем открытия мало коррелирует. Интересны еще явные античные стили некоторых станций, в которые нелепо вписаны персонажи другой эпохи. И последний вопрос, если они раскопали, зачем это скрывать? Тогда бы пришлось опровергать, что наши предки в лаптях ходили, и из инструментов умели только лопатами пользоваться, а тут подземный город, отделанный мрамором. Не лопатой построенный. Стало быть, технологии были, люди бы начали задавать вопросы, куда делись технологии. Где знания? На самом деле, чтобы совершить величайшие открытия, не нужно рыться в песках. Достаточно спуститься в метро. Теоретически, все старые тоннели и станции метро как бы построены с конца 19-го до середины 20-го века. Но не нужно быть академиком, чтобы догадаться, ничего такого не строили. Ниже, на фото конца 19-го века, документально зафиксирован исторический момент строительства. Понятно, что тоннель абсолютно готовый. Нужно только выдолбить заглушку и на тачках увезти мусор. На фото зафиксированы для истории строители метро Нью-Йорка. Что касаемо строительства метро в Москве, то таких фото не найдете. Цензура. Максимум завершающий этап красят или протирают тряпочками античные статуэтки. А здесь разгребают станцию метро в Нью-Йорке, двое рабочих и начальник. Такими темпами и за тысячу лет метро не построишь. Нужно быть совсем наивным, чтобы не понять по фото, что разгребают древние завалы и делают это самым примитивным образом. Полное отсутствие механизации, как на археологических раскопках древних городов, вероятно связано с надеждой что-нибудь найти в грунте. Главный вопрос сегодняшнего дня уже не в самом открытии, что метро не строили, а лишь слегка подремонтировали. Все, кто в теме, хотят знать, когда. Когда были построены тоннели метро? Если пойти вглубь веков, явно понятно, что не 300 лет назад, не тысячу лет, цивилизация даже приблизительно не имела достаточных технологических возможностей. Одним из интересных фактов, доказывающих, что метро не строили, а откапывали, является история строительства первого пневматического метро. Вот что говорят официальные источники по этому поводу. В 1868 году компания «Пневмотранзит» во главе с изобретателем Альфредом Бичем начинает строить подземный тоннель для пневматических поездов. Для постройки тоннеля он арендует подвал магазина одежды в Нью-Йорке, а работы ведутся ночью, так как официального разрешения от властей не было. Они убеждают всех, что строится маленький тоннель для пневмопочты. Для постройки они использовали так называемый «проходческий щит» Альфреда Бича, который соорудил сам изобретатель. И уже через два года первые посетители зашли на подземную станцию. Тоннель построили за очень короткий срок, всего за два года, за это время они пробурили сто метров под землей, обложили все это кирпичом, построили подземную станцию с хорошей отделкой, установили 50-тонный компрессор и стали возить людей. Но сроки слишком маленькие, даже по меркам современности. Илон Маск бы позавидовал такой скорости строительства. При том, что в основном работу делали ночью. Станцию освещали кислородно-водородные газовые лампы, деревянная отделка, рояль, длина тоннеля 95 метров, за первый год работы метро перевезло 400 тысяч. Человек, потом Альфред все-таки получает разрешение на строительство такого метро под всем городом, но фондовый рынок падает, магазин горит, а про метро благополучно забывают. Вспомнили про него только через 40 лет, и то ненадолго. Тогда рабочие бродвейского метро случайно натолкнулись на этот тоннель, там находился проходческий щит, ржавые рельсы и вагончик. Что не так в официальной версии, как можно было забыть за это время про такой грандиозный проект и даже потерять все чертежи и план тоннелей. Как проходческий щит попал в подвал магазина, что за подвал должен быть с заездом под паровоз, скорее всего магазин был построен на готовом допотопном тоннеле. Обнаружили уникальное сооружение прошлого века, почему не сделали музей, это ведь первое американское метро, обновили бы вагончики, было бы красиво и прибыльно, почему так быстро постарались забыть, щит в итоге пропал, вагончики тоже. В Англии строители первого метро, Брюнеля, не забывают, а его первые наброски очень напоминают американское метро, сделал он их еще до американского метро и американец тоже их видеть не мог, так как они никогда не публиковались. Как они задумали одно и то же одновременно. Какое может быть объяснение? В Америке могли найти реальный туннель с оборудованием, с компрессором, с вагончиками, расчистили старые тоннели. Такая версия объясняет все странности и короткий срок строительства и желание властей забыть о проекте. А вот старейший канадский тоннель, который используется как канализация, тоже напоминает первое забытое метро. А в Лондоне такую канализацию построили в 19 веке и строили тоже как первое метро Нью-Йорка. А вот фотографии 1904 года, открытие метро в Нью-Йорке. Здесь бросается в глаза огромный тоннель и убогая тележка, 50 лет до этого Альфред Бич использовал вагоны почти современные, но в 1904 году они строят убогие тележки. А вот план метрополитена, сложнейший современный проект. А на втором фото мы видим, как реализован этот проект, современный план и древняя каменная кладка. Опять сложные технологичные вещи идут рука об руку с какими-то отсталыми технологиями. По фотографиям метро в Париже видно, как откапывают старое и приспосабливают под новое. Опять такие же тоннели. Чугунные тюбинги, отбойные молотки и разводные ключи их очень много в тоннелях. Они очень много весят. Настолько много, что на грузовых машинах того времени их невозможно было нагрузить. Значит, по всей столице должны были колесить грузовики с тюбингами. А также должны быть многочисленные фотоснимки с тюбингами, в том числе и с теми, что еще не установлены. Вместо этого есть другие фото. И, возможно, они подделаны. Например, снимок, представленный ниже. Еще одно фото, которое может быть постановочным. Стоят работники, у которых знамя. И очень много света. А откуда там мог быть свет на тот момент? Мытье новых станций есть фото, на котором рабочий моет мощной струей воды кафельную кладку стен метро. Новые станции. Каждый, кто знает, как кладут плитку, ясно понимает, что недавно положенную плитку никогда не моют. Причина, она изначально не грязная. Можно мыть только излишки затирки, которая могла попасть на саму плитку. Однако стирают затирку через несколько дней после укладки. Стирают ветошью со строительного оборудования, с которого и укладывали тот самый кафель. Это значит, что нет ни единой причины мыть новую плитку. И еще несколько картинок того времени. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok